Один из самых известных российских композиторов Максим Дунаевский отмечает юбилей. Ему исполнилось 70. Друзья называют его вечным двигателем. Говорят, Дунаевский не останавливается ни на минуту. Пишет мюзиклы, сочиняет песни к фильмам и готов к творческим экспериментам. За страсть к новаторству ему не раз доставалось от критиков. Зато любовь в публике безгранична. С юбиляром встретилась Кристина Левиева. В его голове всегда карусель мелодии. И хотя Максим Дунаевский охотно отвечает даже на очень личные вопросы журналистов, чтобы понять, что на самом деле на душе у маэстро достаточно просто послушать его музыку. Я погружаюсь в тот материал, который мне нужно сделать. Я хожу, я езжу, и в это время происходит какой-то процесс. Я даже не знаю, какой, но он происходит. Я даже могу смотреть телевизор. А потом я телевизор выключаю, сажусь, и у меня сразу что-то. Эта черта, писать музыку на ходу, досталась ему в наследство от отца, великого композитора Исаака Дунаевского. Вместе с прозвищем. Оно просто от фамилии сходит. Меня и папу также прозвали Дуней. У папы же еще и фильм попало «Волга-Волга». Как вы помните, Дуня была автором этой мелодии, которая разошлась потом там. Сейчас эта гражданка укажет нам Дуню, которая сочинила пик. Всенародное признание Дунаевскому отцу принесло музыку к фильму «Веселые ребята». А Дунаевский сын своими веселыми ребятами называет «Трех мушкетеров». Когда я послушал музыку Дунаевского к «Трех мушкетерам», я просто понял, что фильм уже снят по существу. Там и походка, и сок от копыт, и любовь, и страсть, и смелость. Однажды Максим Дунаевский проснулся ни свет, ни заря от того, что под окнами кто-то, слегка подвыпивший, громко распевал эту песню. В ту минуту композитор понял – вот она, слава. Забыли уже, как клевали и как поливались, и поливали нас некоторые критики. Нас спасли, можно сказать, народ, публика, потому что успех был феноменальный. Ах, если бы мечта сбыла... Максим Дунаевский одним из первых нарушил привычные правила, по которым в те годы писали музыку для мультфильмов и кино, соединив классику с джазом и роком. Его аранжировки опережали время, а мелодии становились негласными гимнами всего, что происходит в жизни. От плохой погоды... Полгода, плохая погода... До безответной любви. Если я в моей судьбе... Кстати, этот хит чуть не поссорил композитора Салой Пугачевой. После выхода фильма «Карнавал» Примадонна не раз укоряла его за то, что не предложил песню ей. Эту боль, бери, терпи. Всегда галантный и одет с иголочки. Лавелас, так называют его друзья. Маэстро был женат семь раз, но его главной любовью по-прежнему остается музыка. В творческом человеке процентов 50, конечно, играет роль способность, талант. Остальные 50 надо разделить между удачей и трудом. Ну а вот и первый сюрприз к юбилею. От учеников Калининградской школы искусств имени Дунаевских. Поздравляем! Возможно, рецепт успеха от Максима Дунаевского поможет юным музыкантам. А пока они учатся на своих любимых песнях, его песнях. Ведь как никто другой он умеет сочинять мелодии, которые не только легко запоминаются, но и навсегда остаются в сердце. Но откладывать жизнь никак нельзя. Кристина Левиева, Ольга Коваленко, Андрей Брокос. Первый канал. К юбилею композитора мы подготовили фильм «Максим Дунаевский. Жизнь по завещанию». Смотрите его в субботу в 13.10.